Сорт яланчик уже входит в десятку самых распространенных сортов России и уже звонят из Тамбова, из Липецка, говорят, у нас никого такого зерна не было под 55 граммов масса 1000, говорят, а что ты звонишь, я хочу похвастаться, у нас никого не было, ну молодец, поздравляю, хорошо, поэтому сорт качественный, сорт морозостойкий, несмотря на скороспелость, уходит от засуки за счет того, что очень скороспелый, сильная пшеница, единственное, не ходите по кукурузе, потому что фузурезом повреждается, по хорошему предшественнику, по гороху, по смекле, по сои, по любому нуду, но не по кукурузе. А пшеницем, пшеницей вы будете сорт степь сеять, он специально создавался для колоссового предшественника, также имеет хорошую засухоустойчивость, хорошую урожайность и толерантность к корневым гнилям, один из лучших по колоссовому предшественнику, поэтому обратите внимание, ценная пшеница, но зато засухоустойчивость, урожайность и толерантность к корневым гнилям, сорт степь для колоссового предшественника. А вот сорт бомба, сорт группы зимостойких, также имеет очень крупный колос, озерненный, крупнозерный, видите, какой хороший налив, средний ранний он, быстро созревает, уходит от засухи, хорошая морозостойкость Вот его сеять можно также по гороху, по подсолнечнику, по другим пришественникам, но кроме кукурузы, опять же, потому что у него, к сожалению, будет сильный фузариоз, если будет плохой год Аграфон высокий, для бомбы аграфон высокий, нужно хорошенько кормить Колу вы уже многие хорошо знаете, в том году получили и урожай, и качество, засухоустойчивость, морозостойкость, урожайность, качество хорошее Устойчивость даже была проверена, притерта ледяной корки, в Курской области была сильная, и она хорошо выждала, вынесла Получается, сорт ранен по 4 гигионом России одновременно, это говорит о его высокой адаптивности Поэтому сейчас есть некоторые нарекания, что у него есть выскочки вот такие, но я вам повторяю, что мы над этим работаем И над этими выскочками тоже будут проблемы, потому что сейчас после этих морозобоев будет перекрестное ветропыление И как бы мы ни старались, все равно будут спонтанно гибриды образовываться, и во всех семенах в ближайшие год-два могут появляться вот такие выскочки Потому что после таких аномальных лет это проявляется в семеноводстве, это большая проблема для семеноводства Но несмотря на все это, сорт очень жаростойкий, высокостойчивый, всех радует качественным урожаем, и многие его в том году попробовали И потом нарекания все свои сняли, сказали, нам все устраивает, при такой урожайности и качестве мы всем довольны Лучше меня все знают, он также входит в десятку по площадям, отличная урожайность, отличное качество Вот единственный случай, когда ни в коем случае не загущаете Таню, Гром, можно 5-6 миллионов посеять, больше вы урожай не получите, но они хоть не полягут А вот Алексеевич и Тимирязевка, если загустите, полягут, и вы потом скажете, ну вот оно мне не удается Сеете по 100 килограмм, по 120 килограмм, и у вас будет урожай и качество, и засухоустойчивость, и все хорошо Один из самых засухоустойчивых, жаростойких и морозостойких сортов В Курской области у меня вот, мы когда его внедряли, спрашивали, ну зачем вы его даете? Ну, мы не можем понять, есть более морозостойкие сорта, есть более урожайные сорта, есть более качественные сорта Говорят, подождите, наступит какой-то серьезный суровый год, и вы поймете И вот после суровой перезимовки, ледяной корки, засухи, они увидели, что он всех обогнал и по урожайности, и по качеству Так вот, это настоящий друг, который поможет в трудную минуту Имейте вот такие сорта, и у вас все будет надежно и защищенные тылы в самые суровые годы, и в засуху, и в жару, и в морозы Сорт классика, также вот видите, сорт очень крупный, очень озерненный, многоцветковый В отдельные годы я на нем насчитывал по 12 рядов колосков Очень крупный продуктивный колос, хорошая засухустойчивость, хорошее качество, крупное зерно Высокая адаптивность, жаростойкость, отличный результат и в Калмыкии, и в Ремонтинском районе Поэтому его сеют практически и в Поволжье хорошо, и сеют его и центральные черноземья Поэтому обратите на него внимание Победу 75 тоже уже, наверное, рассказывать не надо Несмотря на то, что только первый и второй год она сейчас в производстве Но все очень довольны Очень крупное зерно, стекловидность хорошая, морозостойкость хорошая, иммунитет хороший Очень долго держит лист Он хорошо устойчив к болезням И долго-долго наливает, поэтому все равно получается крупное Соломина жесткая, устойчива к полигонию, поэтому можно сеять на высоком агрофоне И она будет вас радовать и урожаем, и качеством И поэтому мы сейчас его широко внедряем И она пошла вслед за школой К столетию научной селекции У нас институт уже 110 лет Он был организован еще в начале мировой войны Поэтому там больших работ не велось сначала В 20-м году началась селекция И 920-м И вот через 100 лет мы назвали К эпохе сорт-век Подведение итогов за 100 лет Вы, конечно, знаете, что обычно сорта или урожайные Или качественные Но невозможно одновременно в одном сорте Объединить высокое качество и высокий урожай Когда я доводил этот сорт после смерти Федора Алексеевича Колесникова Я на него посмотрел, думаю, ну особого ничего такого нет Он не очень густой, стеблистой Но когда убрал урожай, зерно крупное Урожай получился хороший Я такой думал, ну как-то я сначала не заметил Ну смотрю, он в лидерах по урожайности Там четверка-пятерка лидеров, это очень хорошо Но когда померил белок, у меня глаза на лоб полезли Я говорю, только белка, что просто он всех лидеров Обогнал и по белку на 1,5-2% Это не на десятые, на проценты обогнал Потом еще раз перепроверил Действительно и очень хороший урожай, и очень хороший белок Поэтому редкое сочетание продуктивности и качества И по белку в валовом сборку с гектара Вообще не превзойденный лидер Поэтому сейчас возникают вопросы по качеству зерна Возникают проблемы, когда много урожатся, но занижают Нужно подмешивать какое-то качество зерно Вот сейте этот сорт, он средне-ранний Крупнозерный, морозостойкий Допускается на кукурузу И на высоком агрофоне, и на низком агрофоне Он будет давать высокое качество Но все-таки, чтобы было и количество, и качество Сейте на высоком агрофоне И у вас будет и качество, и количество очень важно Вот сорт Мане Также в честь французского художника, импрессиониста Который работал, играл со светотенью Здесь тоже посмотрите, какой листочек Как сворачивается И свет проникает сквозь листву Прямо до самой земли, все листы освещены Все листы работают, но при этом они Свернувшись трубочку, экономят влагу Поэтому сорт очень засухоустойчивый Очень урожайный, но это ценная пшеница Но с очень высоким уровнем продуктивности Особенно в засуху Особенно в этом году, я надеюсь, это подтвердится И мы увидим, что он действительно даст хороший урожай С сорняками нужно работать гербицидами В данном случае, да Иначе, предшественники Всюду можно сеять, кроме кукурузы На Колосовом тоже можно Юка у нас был районирован В 2012 году Довольно-таки известный, распространенный сорт Очень был популярен в Краснодарском крае Занимал большие площадя Особенностью этого сорта Сорт у нас является Средне-поздним Средне-рослым Его допускается Он допускается для возделания по всем агрофонам По высоким, по средним, по низким По любому предшественнику По Колосовому Он относится к ценным пшеницам Способен формировать урожайность до 110 центнеров с гектара В принципе, он до сих пор еще востребован И у него есть своя ниша все в оборотах Значит, сорт Тимирязевка 150 Сорт у нас короткостебельный Средне-поздний Его особенность в том, что он имеет хорошую кустистость Норма высева порядка 3 миллионов на гектар Относится к сильным пшеницам В 2017 году По предшественнику занятой пар Мы убрали самую максимально большую урожайность 134 центнеров с гектара Выше мы в своих опытах пока еще не убирали Стоит отметить, что в некоторых районах Мы рекомендуем его для высокого агрофона На высоком агрофоне мы рекомендуем использовать ретарданты Также походят он и для среднего агрофона Значит, есть информация о том, что в Неклиновском и Кашарском районе По предшественнику подсолнечник На котором используется систему Евролайтинг Предшественник этот довольно-таки жестковатый Пшеница на нем чувствует себя угнетенно Но сорт Тимирязевка 150 Там умудряется формировать довольно-таки неплохой урожай И высокое качество Качество данного сорта белок у нас порядка 14,6% И клейковина 28,6% Это сорт Агрофак Сорт у нас полукарликовый, средне-поздний Относится он к сильным пшеницам Не допускается по фазарезоопасным предшественникам Районированным, центрально-членоземным, северо-кавказским и средне-нижневолжским регионам Форма колоса у него типичная для селекции группы зимостойких Она вот такой вот буловидно-цилиндрической формы Также мы можем увидеть рядом сорт МИК Который отличается от сорта Агрофак Небольшими такими отличиями Но довольно-таки интересными Сорт у нас немножко выше Сорт для высокого агрофона Также подходит для высокого агрофона сорт МИК Но он может быть чуть выше Поэтому допускается и для средних агрофонов Если вам это нужно будет Федор Сорт короткостебельный Районирован был в 2022 году Потенциал урожайности 117 сантиметров с гектара Относится к сильным пшеницам Формирует высокое качество Формирует высокое качество Мы его не допускаем по фузыревозу опасным предшественникам Так как он средневосприимчив к фузыревозу колоса Норма высева у него не должна превышать 4 миллиона на гектар Для высокого агрофона Формирует высокого агрофона